9 декабря 2011 года игровой мир облетело известие о закрытии известной украинской студии GSC Game World. Работа над долгожданной игрой Stalker 2 была внезапно остановлена. Это событие стало шокирующей неожиданностью как для поклонников серии игры Stalker, так и для самих разработчиков. Команда единомышленников, работающих над игрой несколько лет, не могла так просто сдаться. Они решили объединиться и во что бы то ни стало продолжить разработку. Ветераны украинской игровой индустрии, некогда работавшие над игрой Stalker 2, уже ведут работу над новым будущим. Привет всем! Сегодня мы начинаем серию видеодневников разработчика от студии Vostok Games. Будем информировать всех вас о наших событиях, рассказывать все новости о нашем проекте и вообще делиться всем самым сокровенным, что у нас есть. Welcome! Добро пожаловать! Когда Кайберович объявил о закрытии компании, минут пять я надеялся, что это шутка. В итоге оказывается, что действительно все серьезно. Как будто убийство произошло. Это что-то невероятное. Если уж нас поставили в такую ситуацию, что мы должны меняться, чтобы выжить, мы должны пойти найти изменения. Мы понимали, что мир меняется, что нам нужно сохранить команду. Я однозначно понял, что мое место здесь, среди этих людей, в этой команде. Мы не все сказали еще в жанре постапокалиптических игр. Мы очень глубоко в этой теме и очень хорошо ее чувствуем. Эта команда единственная, кто может реализовать этот проект. Игра Stalker 2 всегда несла в себе такой экологический подтекст и была в чем-то игрой предупреждением. У нас было очень много идей, которые мы хотели, чтобы фанаты увидели. Логичным решением было искать инвесторов. Нам удалось найти партнеров. Мы заключили соглашение с инвестиционной компанией здесь, в Украине. И продолжаем работать. Когда стало очевидно, что мы не можем продолжать Stalker 2, что мы не можем договориться. Но следует отдать должное нашим инвесторам. Мне просто сказали, ребят, это, конечно, печально, но мы вас верим. Продолжайте. Скажите нам, что вы можете сделать, сказать без бренда Stalker. Мы подумали и решили, что в принципе этот жанр постапокалиптических игр. Он не только вокруг слова Stalker крутится. Естественным выходом из этого стал выход в онлайн. То есть попытка сделать онлайн игру. Попытка ее сделать бесплатной. То есть дать как можно большему количеству игроков возможность поиграть. И дать им самим возможность решать, стоит ли эта игра того, чтобы в нее вкладывать деньги или не стоит. Концепция игры изменилась. И теперь это онлайновый проект. Сама идея онлайна, онлайнного шутера, который должен быть ближе к игрокам и более единомерно развиваться, позволяет нам раздвинуть границы. Не концентрироваться только в одной местности, а делать более интернациональную игру. При этом, конечно, идея именно нашего постсоветского пространства, родного, для нас очень близка. Новая игра – это прежде всего другой жанр. Это онлайн-шутер. Уже этим это является вызовом для нас. Потому что до этого мы такого жанра игры не делали. Когда задумался «Сталкер», у всех головах была одна крупная техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. Но за это время случилось очень много других. Разлив нефти в Мексиканском заливе и недавние события на Фукусиме. У нас реально есть опасения, что рано или поздно земля просто даст нам крепко сдач. И эта идея начала бурлить, нашла отклик в наших головах и выразилась в новую концепцию. Теперь для нас это новый мир во время, скажем так, конца света. Это постсоветское пространство, возможно, шире. «Сталкер 2» в чем-то, и вообще вся серия «Сталкер», она сделана в своей концепции. И она давала игре новую жизнь, так и ограничивала ее. Теперь у нас есть возможность убрать эти ограничения. И посмотреть немного глобальнее на мир, если бы Чернобыль разросся, к примеру. Тема людей, которые выживают в совершенно новых условиях, очень опасно. Где смерть рядом, где есть мутанты, где есть группировки, где есть некие цели загадочные, где есть что-то вроде зоны, куда отправляются всем известные «Сталкеры». Мы увидели, что вот в этих рамках мы сможем сказать и то, что хотели сказать в свое время в «Сталкер 2», и новые идеи, которые, к сожалению, в «Сталкер 2» не очень там ложились, не очень находили себе место. Данная концепция игры позволяет нам более открыто говорить с вами и показывать вам наши достижения поэтапно. Мы будем очень активно задействовать комьюнити игроков, мы будем общаться, мы будем выкладывать регулярно какие-то материалы, мы будем информировать вас в этих видеодневниках о том, что мы делаем, как мы делаем, и очень надеемся и рассчитываем на вашу поддержку и вашу помощь. Это для нас очень важно. Мы намерены вести очень плотный диалог, вплоть до того, чтобы публиковать список идей, которые мы рассматриваем, чтобы как-то фанаты могли влиять на него, что им более интересно. Этот проект получится очень достойным, потому что мы извлекли уроки из того, что было на предыдущем проекте, мы, опять же, сохранили команду. Мы делаем проект мирового уровня, мы делаем великую отечественную игру. С вашей помощью, с вашими идеями, с вашими замечаниями мы действительно сделаем проект экстра-класса. Старую добрую атмосферу постапокалипсиса теперь не сдерживают границы зоны. И теперь с ней познакомится весь мир. Игра только начинается. Следите за новостями проекта в дневниках студии Восток Геймс и на официальном сайте игры. Субтитры создавал DimaTorzok